Итак, закладываем капсулу, надеваем перчатки, ну и, конечно же, с помощью цемента мы всё это заложим в основание. У жителей микрорайона «Строитель» долгожданный праздник. Здесь будет построена школа на 1100 мест. Сегодня дети, которые живут на Вахово, Флегонтово и Сысоево, ходят в 68-ю школу. Но родителям хочется, чтобы образовательное учреждение было в шаговой доступности. Трудности в том, что очень школа загружена. В первом классе 40 человек, хотя по нормам нужно не более 30, насколько я знаю. Конечно, сложно и детям, и педагогам сложно. Поэтому мы очень ждём открытия новой школы. И дом рядом. Я переехала, родила дочку, и мы планировали пойти в новую школу. Пошли в новый сад. В три года мы пошли в новый сад, новой школы ещё не было. Сейчас мы очень рады, да, слёз рады. Сегодня в основании будущего здания заложили памятную капсулу. Для строительства школы пришлось решить несколько проблем. Первое – это консолидация земельного участка, который был в разных правовых статусах и в собственности и города, и края, и других организаций. И второе – это финансы. Первый вопрос мы решили за год. Мы консолидировали участок, краевую собственность, совместно с администрацией города Хабаровска. Проблему финансов решили с помощью новой стратегии строительства школ в рамках государственно-частного партнёрства. Общая сумма проекта – 1 миллиард 750 миллионов рублей, порядка миллиарда – средства федерального бюджета. 33 миллиона вложит край, остальные – почти 700 – инвестор. Каждая новая школа, каждый новый центр образования – это та точка роста, которая создаётся ради будущего нашей страны. Наш президент Владимир Владимирович Путин уделяет этому огромное внимание. Только к 1 сентября этого года у нас в стране больше 150 новых школ открыли свои двери, их становится всё больше и больше. Пока в Хабаровске дети учатся и в первую, и во вторую смену. Эту проблему городские и краевые власти намерены решить в течение ближайших лет. Если мы до 2024 года построим ещё 5 школ, мы как-то можем спокойно чувствовать себя в плане того, что наши дети практически 99% будут обучаться в первую смену. Ну а в идеале для города Хабаровска необходимо построить ещё 10 общеобразовательных школ. Школу в микрорайоне «Строитель» построят в течение двух лет. Наталья Чернышёва и Андрей Терёхин. Смотри Хабаровск. Продолжение следует... Продолжение следует...